Подскажите, пожалуйста, какая возможность и мощность Российской Федерации в производстве, изготовлении ракет и снарядов? И как санкции мешают этому? И мешают ли вообще? Смотрите, по снарядам у России огромные производственные мощности, у них есть предприятие, которое выпускает практически все виды боеприпасов. Единственное, что на сегодняшний день, я так понимаю, что это предприятие не производит в таком количестве, не работает на полную мощность. Именно благодаря санкциям. Почему? Потому что выкатить снаряд, для этого нужны взрывчатые вещества, нужна металлургия, которая отольет сталь и сделает болванки. Их надо проточить, а потом оснастить соответствующими элементами, ведущими поисками, взрывателями и так далее. Так вот, ну правда в взрывателях могут быть компоненты импортные, все остальное Россия в принципе может производить самостоятельно. И завод работает, и по сей день производит снаряды, но за счет падения экономики там объемы производства не соответствуют промышленным. То есть они не спешат их наращивать, почему? Потому что у них запас боеприпасов, готовых боеприпасов практически бездонный. Все, что Советский Союз накопил за эти годы, все они могут спокойно использовать. Они везут их с Дальнего Востока, начиная и заканчивая. По всему Советскому Союзу были разложены склады, базы, арсеналы. Вспомните, у нас на территории Украины только пять баз и арсеналов. То есть таких гигантских, в которых там десятки тысяч тонн боеприпасов хранились. А что касается ракет, то тут у них проблема. Огромная проблема, потому что все ракеты Российской Федерации имеют импортные комплектующие. И если не находится лазейка по обходу санкций, то предприятие стоит и не может выпускать ракеты. Ну, насколько я знаю, звучала в прессе информация, что Россия даже в довоенный период могла выпустить до одного калибра в месяц. Это когда были импортные комплектующие. Сегодня производство калибров практически остановлено. Поэтому именно из-за отсутствия импортных комплектующих. Россия может самостоятельно производить только корпус этой ракеты. Это то, на что у них есть все материалы. Двигатель и электронную начинку этой ракеты, это все импортные комплектующие. Так что с ракетами у них огромные проблемы. Причем во всех классах ракет. Начиная от малых ракет и авиационных или баллистических. И заканчивая межконтинентальными баллистическими ракетами. Там тоже большая составляющая. Во-первых, часть ракет этих выпускали мы, Южмаш. Это их ракеты. Но они имеют, в любом случае, комплектующие импортного происхождения. Как ракета Цикрон может лететь со скоростью 10 махов, если американский разведчик Black Bird летит со скоростью 3,2 маха, его обшивка из-за силы трения, а воздух нагревается до 300 градусов по Цельсию. Тогда до какой температуры будет нагреваться ракета, летя с огромной скоростью и как выдержит боевой заряд такие температуры. Также известно, что смарт-снаряды летят со скоростью 5 км в секунду. А это почти 15 махов. Как удается преодолеть перегрев при таких скоростях? Но смарт-снарядами тут более-менее понятно. Ведь полет длится несколько секунд и за это время вряд ли что-то успеет сильно перегреться. Дайте, пожалуйста, свой комментарий по данному вопросу. Дело в том, что ракета Цикрон, во-первых, наверное, Цикрон, она еще только начинает свой путь и они там грозятся ее поставить, испытывают. Может вы имели ввиду кинжал, которым нас обстреливают? Ну, в любом случае, скажу так, что и Цикрон, и кинжал, они развивают только на отдельном участке траектории, они развивают такую скорость. И это происходит на огромной высоте. Там, где температура, во-первых, там, где разряженный воздух, и во-вторых, там, где температура достигает минус 50 градусов. Так что, вот на этом участке, да, ракета может развить гиперзвуковую скорость. А потом она опускается вниз, и, естественно, она тормозится за счет увеличения плотности атмосферы и достигает Земли, ну, там, уже при обычной скорости сверхзвуковой. Там, в 2, в 3, может быть, в 5 махов, это максимально. Это первый момент. Это что касается теории полета этой ракеты. А что касается практики, то на сегодняшний день нету лабораторных замеров, которые бы дали точную характеристику, в какую же скорость развила эта ракета. Кстати, вот в САКах, на аэродроме в Крыму, был уничтожен самолет Ил-20, как раз летающая баллистическая лаборатория, который должен измерять вот эти скорости. Я не помню, чтобы Российская Федерация опубликовала данные о том, что где, на каком участке, на какой высоте, при какой плотности воздуха ихняя ракета достигает, там, 10 махов. Действительно, я очень удивитель, 10 махов это очень большая скорость. Я знаю, что и Китай, и Соединенные Штаты испытали ракету. Соединенные Штаты прорекламировали гиперзвуковую ракету. Но, насколько я помню, она у них там 7 или 8 махов развивала. То есть, ну, не 10. Но, если американская не может добраться до 10, то российская, ну, у меня вообще вызывает большие сомнения. Хотя, Путин озвучивал, выступая перед Федеральным Собранием, Путин озвучивал скорость 22 маха. Я помню, такое звучало вот в тех мультфильмах, которые он презентовал Федеральному Собранию, ежегодное обращение президента России. Так что, ставлю под большое сомнение. Ну, если у кого-то есть такая более подробная информация, кто-то специалист в этих скоростях, напишите в комментариях. Я обязательно это озвучу в следующих выпусках. И мы все порадуемся и узнаем, что такое есть супероружие, правда, в единичном пока что экземплярах, в очень ограниченных. Ну, действительно, хочется поверить, что может хоть что-то Российская Федерация может сделать из такого грозного оружия. Так что, пишите, кто знает.